Какова информация на сегодняшний день по эпидобстановке в Республике Саха-Якутия? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. На 25 ноября 2020 года на территории Республики по данным управлениям Роспотребнадзора выявлено 220 новых случаев коронавирусной инфекции. В городе Якутске приходится 120 случаев. Остальные случаи сегодня зафиксированы в районах нашей Республики. Необходимо обратить внимание на увеличение количества случаев в Алекминском районе, в Нюрнгринском и Мирненском, где по данным Роспотребнадзора сегодня фиксируется порядка 10 случаев, 9 и 8 случаев в каждом районе соответственно. Кроме этих районов особое внимание сегодня мы уделяем и Салданскому, Сунтарскому, Вилюшскому району, в которых также увеличивается количество случаев. В остальных районах фиксируются до 5 случаев новой коронавирусной инфекции. Необходимо обратить внимание, что, соответственно, по новой схеме, предусмотренная Минздравом Российской Федерацией Роспотребнадзором, в России определены и порядок лечения, и, соответственно, определён и механизм отбора проб. В связи с этим за сутки в лабораториях Республики у нас проведено меньшее количество тестов. Их проведено 4107 исследований на коронавирус. Всего с начала пандемии нами обработано почти 763 тысячи тестов. Необходимо обратить внимание, что вы знаете, что уже неделю, как контактные лица, не подвергаются тестированию до тех пор, пока не появятся клинические признаки острых респираторных заболеваний. Поэтому в тех случаях, когда лица, являющиеся контактными, соблюдали сам режим самоизоляции в 14 дней, и, соответственно, появились какие-то признаки острых респираторных заболеваний, значит, обращение в поликлинике по месту жительства должно быть осуществлено оперативно. В медицинской организации Республики продолжают работать, а также в режиме как амбулаторного звена, так и звена, соответственно, стационарного. Необходимо обратить внимание на то, что количество госпитализаций за прошлую неделю в Республике в целом, и особенно в городе Якутске, оно постепенно уменьшается, но это не даёт нам никаких оснований для того, чтобы, в общем-то, каким-то образом ослаблять внимание к данной проблематике как таковой. В соответствии с указом главы Республики Саха-Якутия на территории Республики, напоминаю, действуют все правила, которые связаны с самоизоляцией лиц, которым старше 65 лет, и лиц с хроническими заболеваниями. Кроме того, ограничения, связанные с 50% удалённой работы, как работников бюджетной сферы, так и рекомендация для остальных работодателей. Обязательная диспансеризация и вакцинация от гриппа на основании соглашений, подписанные с работодателями и профсоюзами на территории Республики. Кроме того, необходимо обратить внимание, что сохраняются обязательные требования, которые применяются к работодателям, в части, если работодатель привлёк на работу лицо, которое, соответственно, является заболевшей с признаками острого респираторного заболевания. Сегодня Министерство труда продолжает выявление таких работодателей совместно с Министерством здравоохранения, и в последующем список работодателей, нарушивших указ, будет представлен. Продолжение следует...